Атлантический океан, мосты, как произведение искусства, рестораны Мишлен, футбол и тот самый баскский колорит. Все это о Сан-Себастьяне или Доносте. Так название города звучит на баскском. Исторически это курорт испанских королей, а Сергей Усков прилетел попотеть. На берегу Бискайского залива наш тхэквондист оттачивает не только удары, но и испанский. Стараюсь как-то понимать, что происходит. Если захожу в магазин или в кафе, то стараюсь заказывать уже на испанском языке. Но касаемо того, чтобы понять речь, когда быстро общаются, пока еще очень тяжело. Хотя по факту тренер изначально переводил нам все на английский, все задания. Сейчас уже процентов 90 все на испанском, и мы уже понимаем объяснение заданий на испанском языке. В Сан-Себастьяне Сергей Усков уже несколько месяцев готовится делать мечту реальностью попасть на Олимпиаду. Честно говоря, нагрузки сейчас уже уменьшаются. В преддверии стартов, а неделю-две назад уровень нагрузок был настолько высокий, что мы просыпались и шли сразу на тренировку. Не всегда даже хватало времени на завтрак, потому что в преддверии тренировки просыпались к 10 утра и сразу ушли. Благо, зал близко. Путевку на Олимпиаду Сергей себе пока не гарантировал. В марте последний шанс – квалификационный турнир в Болгарии. Попадание на Олимпиаду – это, как минимум, осознание того, что ты столько лет потратил не зря. Если у тебя есть мечта, и ты к ней идешь и достигаешь цели, то это дает тебе толчок на что-то большее в дальнейшем. Касаемо того, что будет, как оно произойдет, попаду, не попаду – это все результат одного турнира. То есть права на ошибку нет. И на этом турнире может произойти все, что угодно. Любой андердог может победить. Что такое Олимпиада и золото чемпионатов мира, знает Хисус Тартоза. Он тренируется вместе с Сергеем. Здесь есть один из самых таких известных в мировом спорте спарринг-партнер – Хисус Тартоза. Он вообще в прошлом очень успешный спортсмен. Был второй в олимпийском рейтинге, был на Олимпиаде, брал медаль на чемпионатах мира. Сейчас он брал паузу после того, как не попал на Олимпиаду в Токио. Но сейчас готовится на новый цикл. И он сейчас в очень хорошей, оптимальной форме. Поэтому как раз то, что нужно для того, чтобы работать с ним. Другая страна тяжелой тренировки. Эти испытания Сергей проходит не один. В Сан-Себастьяне с ним на сборах еще один приднестровский тхэквондист Дмитрий Шуляк. Мы все-таки с 7-6 лет вместе тренируемся в одном зале. Друг друга знаем вообще вот до. И настолько взаимопонимание, что если у нас даже какие-то форс-мажорные обстоятельства, то ситуации происходят, то мы их вместе решаем. Потому что был бы я один, например, было бы гораздо тяжелее. Свободного времени мало, но его наши спортсмены проводят с пользой. Открывают для себя страну Басков и Испанию. Мы ездили в центр Мадрида. И мы видели Royal Palace в центре города. Это там, где венчались, точнее там, где жили короли. Сейчас это уже достопримечательность. Также там напротив находится большая церковь, где уже как раз король с королевой венчались первые в Испании. Эти вот места, они достаточно такие объемные. И большую энергетику такое воздействие на тебя оказывают, когда ты находишься там. Испания – это, конечно, еще и кухня. Ну, Косридо Мадриленю есть блюдо у них называется с испанского языка. По факту это куриный суп. Только они подают его специфическим образом. Они подают суп с лапшой отдельно. А все, что должно быть внутри супа, как мы привыкли, мясо, картошка и так далее, оно подается как второе блюдо. То есть они делят суп по факту на две части. Но получается достаточно вкусно. В марте у Сергея Ускова отбор на Олимпиаду. В феврале он проверит силы на рейтинговом турнире в Австрии. Если все будет хорошо и в его графике появится поездка в Париж, Сергей вернется в Сан-Себастьян, готовится к Олимпийским играм. Продолжение следует...